Что за уникальная выставка открылась в картина галереи? В каком спортивном состязании победили славянцы? Что ждет любителей творчества вечером 3 ноября? Об этом и многом другом, как всегда, в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. На минувших выходных в спортивной школе «Триумф» состоялось торжественное открытие чемпионата края по баскетболу среди мужских команд. В первом туре состязания сборная славянского района принимала гостей из Сочи, действующего чемпиона Кубани. В напряженной борьбе, где все решилось в последней четверти, наша команда за счет плотной игры в защите и безупречной реализации бросков вырвала победу у прошлогоднего триумфатора турнира. В следующем туре славянцев ждет непростой выезд в город Тихорецк. Где можно увидеть цветы, которые никогда не вянут, осенние деревья, с которых никогда не опадает листва, закат солнца, который никогда не гаснет? Конечно, в картинной галерее. На выставке работ детской художественной школы очередная экспозиция включает в себя живописные и графические работы, работы из ткани. Рисунки выполнены акварелью и гуашью, постелью и простым карандашом, а также есть работа в технике батик. Такое разнообразие дает детям возможность проявить все грани своей фантазии и воображения. Поэтому на свет появляются шедевры, которые обязательно нужно демонстрировать любителям искусства, родителям, друзьям, педагогам. В картинной галерее стала традицией проведения выставок детской работ детской художественной школы. Эта очередная выставка называется «Счастливые краски детства». Рассказывать о картинах довольно-таки бессмысленно, потому что их нужно приходить и смотреть. Они настолько подпитывают энергией, заряжают. Потом выходишь из картинной галереи, настолько добрее, светлее, что ли, становишься. И я думаю, что жители нашего города по достоинству оценят эти работы, потому что ребята, они такие молодцы. Они прославляют наш город, и нам есть чем гордиться. Они достойны наших отцов и дедов. Обязательно приходите посмотреть на этот праздник красоты, тепла и любви, на эту галерею характеров. Здесь вы получите колоссальную подпитку энергии и прекрасное настроение. Желающие могут посетить выставку с 10 до 17 часов в картинной галереи по адресу улица Школьная, 302, понедельник, выходной. 29 октября в хуторе Прикубанском Анастасиевского сельского поселения открылся детский сад «Пчелка». Ранее в хуторе дошкольного учреждения не было, и на сходах и расширенных приемах жители хутора часто сетовали на то, что добираться до детсада Станинца Анастасиевской очень сложно. Было принято решение выделить часть территории 22-й школы, организовав там групповую ячейку. Проект был реализован по краевой программе на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. На торжественном открытии дошкольного учреждения присутствовали почетные гости – председатель районного совета Григорий Литовко и глава Анастасиевского поселения Александр Заволока. Благодаря открытию в хуторе Прикубанском нового детсада возможность получать дошкольное образование появилась у 15 малышей. В 16-й школе прошла церемония официального вступления в должность президента ученического самоуправления. Выборы лидеров школьного самоуправления проходили во всех школах в середине октября. В торжественной обстановке учащаяся 9-го класса Дарья Малюк произнесла клятву на уставе школы, пообещав беречь и высоко нести звание президента, дорожить честью школы, действовать в интересах учеников. Обещаю ценить и уважать коллектив своих товарищей, дорожить честью школы, как своей собственностью. Не искать в работе личной выгоды, не подаваться обывательским настроениям. Обещаю быть верным другом всем окружающим, верить и уважать в каждом ученике нашей школы человека. Будь справедливым. Также в этот день прошло посвящение 1-х, 5-х и 9-х классов школы в ряды ученического самоуправления «Славянцы Дар-16». Вечером 3 ноября двери ведущих учреждений культуры Славянска на Кубани широко распахнутся для всех, кто не мыслит своей жизнью без творчества. В очередной раз всероссийская акция «Ночь искусств» опустится и на наш город, объединив сотни неравнодушных залов Славянского историко-кроведческого музея, Центрально-городской библиотеки и кинотеатра «Кубань». Акция проводится уже в третий раз, и в этом году обещают славянцам немало сюрпризов и неожиданностей. Слоган акции этого года «Искусство объединяет» выбран не случайно. По задумке организаторов, в эту «Ночь искусств» будут реализованы самые смелые эксперименты по сочетанию разных художественных жанров. Для взрослых и детей предусмотрена обширная, насыщенная событиями и эмоциями программа. «Ночь искусств» открывает двери 3 ноября в 19 часов в кинотеатре «Кубань». Не пропустите!